Привет, мои дорогие и хорошие! Я знаю, вы любите сленг, вы просите сленг! А что мне остается? Мне остается только готовить для вас крутейшие подборки. Если вы не видели нашу первую подборку, то переходите обязательно по ссылочке. Если вы видели, то тоже переходите и освежите в памяти классные сленговые выражения. А сегодня будет новая порция крутых выражений. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежайшие выпуски. А мы начинаем! И начнем мы сегодня с чего-нибудь попроще, на расслабоне, так сказать, что по-польски будет звучать как на чилу. Уже не в первый раз мы видим, как польский язык в наглую ворует английские выражения. Чил на чилу означает спокойно, на расслабоне, без лишнего стресса. Давайте посмотрим примерчик. Завше стрессующе предразумовым квалификацией, но на чилу, дашь рада, я всегда нервничаю перед собеседованием. Спокойно, ты справишься. Синоним к на чилу на луже. Луз, лужик. Это то же самое. Спокойно, не парясь, без лишнего стресса. Или мамы еще часу? Луз, мамы еще две годины. Сколько у нас еще времени? Спокойно, у нас еще два часа. Продолжает тему заимствования еще один сленговый глагол. Look no. Что означает глянуть, посмотреть что-нибудь быстро. Еще один заимствованный из английского глагол. Хейтовать. И однокоренный к нему. Хейтовать означает ненавидеть, необоснованно ненавидеть кого-то, гнобить кого-то. Очень распространенный глагол в интернете, ну и в жизни в принципе тоже. Обычно каких-нибудь знаменитостей или звезд могут хейтовать. Ну и пример. Хейтуют наичность те люди, кто же несут задоволение за своего жития. Хейтят чаще всего люди, которые недовольны своей жизнью. Если вам интересно будет узнать о таких англицизмах, то обязательно оставьте свой комментарий, и мы снимем целый выпуск про вот такие вот заимствования. А еще пишите англицизмы, которые вам нравятся или которые вы просто терпеть не можете. А обо всем остальном вы можете узнать на занятиях в Центрах славянских языков и культур. Все подробности по ссылке в описании. И помните, что по промокоду МАШЕСЕРежа вы получите плюс один бесплатный урок. Ждем вас! Дальше слово сыф. Мега короткое и мега емкое. Господа, ну что за бардак? Но сыф это не только бардак, беспорядок, это еще и гадость какая-то, дрянь какая-то. Неразумим, Поланя. Пшача, что страшный сыф. Я не понимаю курение. Это ведь какая-то гадость. Висеть. Образ может висеть на сяне, кто-же может висеть на дроншку, на перекладине, на турничке. Но мы говорим про сленг, и значит будем смотреть, как же это слово употребляется в разговорной речи. Висеть можно комусь пенензы, то есть торчать, быть должным кому-то деньги. Например, Этот чувак торчит ему 50 злотых. Дыха это сленговое обозначение 10 злотых. Тоже классное выражение, запоминайте. Дыха, дышка. Ну и раз мы уже заговорили про деньги, то еще одно сленговое выражение 100, что означает 100 злотых. Например, Этот телефон стоит 500 злотых. А этот крем стоит 2 дышки. То есть этот крем стоит 20 злотых. ГОСТЬ. ГОСТЬ программу, либо ГОСТЬ hotelу, а вот в сленговом выражении это какой-то мужик, чувак, которого мы не особо знаем. Пусть на этого гоща. Он ма татуарже на тварже. Посмотри на этого чувака, у него татушки на лице. ГОСТЬ. Звучит как-то странно, но употреблять мы будем его там, где нам нужен именительный падеж. Как и слово ГОСТЬ. Посмотрим, например. Боже, ЦО ЗА ГОСТЬ. НАВЕТ МЕНИ ОТ ПИСАЛ. Боже, ЧТО ЗА ЧУВАК. ДАЖЕ МЕНИ НЕ ОТВЕТИЛ. ОТПАЛИЧ. Тоже можно много чего, но сейчас мы поговорим про значение ВКЛЮЧИТЬ ЧТО-ТО. ЛИБО ГОВОРЯ НА СЛЕНГЕ ВРУБИТЬ. Например, ВРУБИТЬ ТЕЛЕК или ВРУБИТЬ СЕРИАЛ КАКОЙ-НИБУДЬ. ОТПАЛИЧ ТЕЛЕВИЗОР АЛБО ОТПАЛИЧ СЕРИАЛ. ОТ ДРУГИ В НОЦЮ ОТПАЛИВАМ НЕТФЛИКСА И ЗАСНЕЛОМ ДО ПИРО НАД РАНЕ. В 2 ЧАСО НОЧИ Я ВРУБИЛА НЕТФЛИКС И ЗАСНУЛА ТОЛЬКО ПОД УТРО. НЕ СОВЕТУЮ ТАК ДЕЛАТЬ. Ну что ж, друзья, ВООРУЖАЙТЕСЬ. СЛЕНГ – ЭТО, КОНЕЧНО, ПРЕКРАСНО, НО НЕ ВСЕГДА УМЕСТНО. ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ. БУЩКА. ПА. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ. ДА. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ.